Матчем сносной из Новотроицка футбольная Волга закрывала осеннюю часть чемпионата России, а также второй круг первенства. Матч не изобиловал голевыми моментами. При этом первая половина поединка запомнилась стычкой капитана Волжан Ильдара Вагапова и полузащитника гостей Антона Бочарова. Конфликт удалось погасить двумя желтыми карточками. Эмоции, сами понимаете, все-таки. В шахматы играем. И такой конфликт образовался. Ничего страшного. Конечно, не хочется, чтобы футбол был без таких моментов, но когда играют два мужских коллектива, безусловно, без каких-то таких выяснений отношений не обходится. Во второй половине матча на поле стадиона «Старт» снова было много борьбы и мало голевых моментов. Один из них все же завершился точным ударом. После розыгрыша штрафного защитник «Воги» Радик Хайрулов отправил мяч в ворота Носты. Однако порадоваться не успел ни он, ни его партнеры. Судьи определили положение вне игры и гол не засчитали. В итоге матч завершился нулевой ничьей. Ну, говорю, борьба была сегодня хорошая. Хорошая игра для игроков. Посмотреть, как в борьбе можешь себя почувствовать. Перебороть эту игру в нулевую. Вот старались в концовке навал сделать. Моментик был сейчас. Не получилось. Таким образом, после 16 сыгранных матчей «Волга» набрала 22 очка и занимает 5-е место при 9 участниках в зоне «Урал-Приволжье». А это как раз золотая середина. Удовлетворительно получили игроки и от тренерского штаба после второй-третьей чемпионата. Мы хотели побольше очков набрать и очень много потеряли незаслуженных очков, как мы считаем. Поэтому я думаю, что по пятибалльной системе, если строго судить, совсем плохо мы не сыграли, но где-то на тройку мы сыграли. Теперь игроки «Волга» и их соперники ушли в отпуск. Чемпионат возобновится будущей весной. 18 апреля волжанам предстоит домашний поединок против «Сызрани» 2003. Михаил Сашанский. Новости Ульяновской правды.